Семья – это еще и состояние души, когда, несмотря ни на что, ты уверен в себе. Вот и юный Мирон Лемеш в сопровождении мамы, папы и брата смело вышел на сцену и раскрыл секрет семейного счастья. Моя семья, мои друзья, без них прожить никак нельзя. Конкурс семейных пар «Счастливо вместе» проходит в Бийске во второй раз. Участники – семьи, прожившие в браке больше трех лет. Это основное условие. В финал конкурса вышли семь совершенно непохожих, но одинаково счастливых семей. Они главные герои дня, а их родственников, друзей и знакомых набрался полный зрительный зал. Главная тема шоу в этом году – кино. Каждая из семей стала героями любимых советских фильмов. Мы прям как взрослые. А мы и взрослые. Вот завтра пойдем пожедимся, никто нам слово попередный скажет. В отличие от этих киногероев, чувства Диулиных развивались стремительно. Первый поцелуй Ольга сама выпросила у Романа. А вот семья Лебедевых сегодня представляла совершенно нелюбовную историю. Супруги на сцену вышли в образах Морозка и Марфуши. На деле история жизни семьи – это совершенно другой фильм. Первая мысль возникла – офицеры. Муж – военный, офицер, майор. И мы по городам повесим, много ездили, а потом переехали в БИСК служить. Всего же участники прошли на сцене через четыре испытания. Самым комичным стал конкурс вопросов. После многих лет семейной жизни супруги наверняка знают друг о друге практически все. Второй вопрос. Когда он целует, в какую сторону наклоняет голову? Первый вариант вправо, второй вариант влево. Я про себя знаю. Влево. Правильно. Выйти на сцену, прожив вместе 5, 10, 15 лет, это могут сделать далеко не все. Это могут сделать только те семьи, у которых хорошие отношения, которые могут друг с другом ладить не только в быту, но еще и в совместной деятельности. Поэтому ценности нашей семьи, я думаю, они и отражены в создании этого конкурса. Конкурсному жюри в этот день не завидовали даже участники, ведь сами с большим удовольствием из-за кулис смотрели номера. Однако после споров и дебатов победителем второго шоу конкурса «Счастливым вместе» стала семья Ермаковых. В этом году супруги отметят фаянсовую свадьбу. Кожаная, железная или бумажная – какая по сути разница, если… Счастливы!